Одна переменная, которая называется h-чертой, и имеется такое разложение по родам, и по m больше или равно единице. Это компоненты, которые, соответственно, раскладываются в ряд Теллора, и коэффициент этого ряда Теллора, давайте я буду обозначать маленькими буквами h. Я тут перечисляю просто все возможные маномы, которые там встречаются. А это коэффициенты Теллора, этого разложения. Значит, и, собственно, эти коэффициенты называются числами Гурвитса, а определяются они просто тем, что я сейчас для этого фунта, для ряда f задам явную формулу. А формула состоит в следующем. Она состоит в разложении по базису из функций Шура, и нужно вот что сделать. Нужно взять пространство степенных рядов от переменных p, и вместо маномов, как вот здесь маномы участвуют, выбрать другой базис, состоящий из функций Шура. Это функции Шура, отвечающие разбиению лямбда. А p это, значит, симметрические функции, а мы интерпретируем p как степенные суммы, как многочлены Ньютона. Вот, ну и дальше, сейчас я выпишу, какой коэффициент стоит при данной функции Шура. Это будет, опять же, функция Шура от некоторого набора, другого, который я обозначаю, таким образом. И еще здесь некоторая величина, которую я сейчас тоже выпишу. И сейчас я скажу, что здесь все написано. Пси от h чертой. Значит, здесь есть дополнительные буквы к Пси и Ку. Это дополнительные параметры, от которых зависят все наши функции. Пси — это формальный степенной ряд. Пси от y, это сумма цкатая, у в степени к. И еще переменные есть кукатая, которые я собираю в отдельный производящий ряд. Сумма кукатая на z в степени к. Значит, ну, эта функция зависит от дополнительных параметров, вот эта цкатая и кукатая, которые выступают в этой формуле просто, значит, вот здесь так. Цкатая — это коэффициенты ряда Пси, а кукатая входят явно вот сюда. Мы подставляем в качестве аргументов функцию Шура. А разделить на h, значит, мы все переменные куиты делим на первую степень h чертой. Вот этот результат. Вот это то, что здесь написано, это не f, а экспонента. f в степени f. Значит, это просто явная формула. Можно подставлять с компьютера, что я и регулярно делаю, и считать числа. Для вычисления конкретных чисел Гуровица эта формула вполне годится. Ну, конечно же, я сейчас прокомментирую, какая за этим стоит комбинаторика, но формально определение состоит ровно вот в этом. Это определение. Это определение функции f. Да, f — это логарифм от вот этой суммы, да. Это, значит, геометрически эта штука перечисляет вот эти числа Гуровица. Они имеют комбинаторный смысл, который, как этот комбинаторный смысл связан с этим разложением, я не буду говорить, но просто сейчас его произнесу. Мы изучаем разветвленные накрытия сферы Риммана. И, значит, с разными кривыми рода G. Значит, у есть вот кривая, и у нее есть какие-то критические точки ветвления, которые мы фиксируем и перечисляем, какие бывают накрытия с данными ветвления. Значит, что чему соответствует? Ну, во-первых, G, который здесь участвует, вот этот G, это род кривой накрытия. Соответственно, в самом производящем функции f участвуют связанные накрытия, а когда мы переходим к экспоненту, там участвуют уже всевозможные накрытия, не обязательно связанные. А вот эта величина 2G минус 2 плюс N, это взятая со знаком минус, Элеру характеристика кривой накрытия с N проколами. Величина N – это количество, значит, мы фиксируем, еще у нас есть выделенная точка бесконечность, над которой всего N прообразов и тип ветвления над этими прообразами обозначаются маномами от беременных P, вот этими индексами. Таким образом, да, K1, K2 и так далее, Kn. Кроме того, еще выделена дополнительная точка 0, над которой ветвление обозначается, кодируется маномом от букв Q, здесь вот еще встречается Q, это, значит, это маном от Q переменных. Значит, вот этот ряд данных, которые здесь накрытия, переменные Q, они отвечают за, так сказать, двойные числа горвиц, изветвление в нуле и над бесконечностью. Но, вообще говоря, сами их числа горвиц асимметричны, мы можем 0 и бесконечность переставить, но в моем рассказе они играют разную роль. То есть мы, вся наша интегрируемая система, дифференцирование и вся алгебра происходит относительно по переменным P. По ним происходят всякие операции, а Q выступает просто в роли параметров. И можем зафиксировать какие-то конкретные значения, например, можем зафиксировать Q1 равно 1, остальные 0, тогда будут просто речь об одинарных числах горвиц. Ну и кроме того, еще есть некоторая информация о промежуточных точках ветвления, которая закодирована вот в этом ряде ПСИ. Значит, ПСИ отвечает за ветвление в внутренних точках. Вот, а это ветвление над нулем. Ну, давайте я приведу некоторый пример, как это все происходит. Значит, пример... ПСИ не за веса? Веса. Сейчас я это конкретно скажу. Значит, тип чисел горвица и функция ПСИ. В какой-то момент я себе понял, что числа горвица – это такая мультиматизация кокера. Тройка, две пары. Примерно-примерно так. Значит, классические стандартные числа горвица – это ПСИ от У равняется У. Соответственно, давайте я лучше буду писать... Тут у нас стоит Е в степени ПСИ. Давайте вот здесь Е в степени ПСИ. Давайте я в терминах это экспоненты буду писать. Е в степени ПСИ от У равняется Е в степени У. Это... Ой, это не в этот столбец. Ну, там... Ты там будешь Е в степени ПСИ писать, напиши вот за голову. А там пиши просто... Е в степени ПСИ. Значит, это классические числа горвица. Классические числа горвица. А Q не надо? А? А Q не надо, тогда тоже сказать. Ну, тогда Q, получается, если Q самое общее, то это двойные числа горвица. Q отвечает за ветвление над нулем. Соответственно, если мы берем Q формальные переменные, просто дополнительные буквы, то это классические двойные числа горвица. Если мы в качестве Y возьмем... Давайте это в виде отдельной таблички напишу. Значит, для Y. Y... Значит, это Z. Это, получается, простые. Если это маном, то это получается то, что называется орбифолдные. А если это произвольный ряд, то это, получается, двойные числа горвица. Мы сформировали уже не число, а тоже они зависит от Q. Ну, они, получается, зависят от Q. Если мы еще будем... В зависимости от Q разложим в ряд по Q, то уже коэффициенты будут двойные числа горвица. Вот, значит, классические числа горвица, которые отвечают простым внутренним ветвением, там, морсовским критическим точкам, это E в степени Y. Но имеется много разных других. Например, так сказать, такие, так называемые, монотонные. Ну, это в сосях на эту тему она обозначалась буквой Q. Где Q — это натуральное число, да. Значит, монотонные числа горвица. Это единица на единице минус Y. Значит, здесь экспонент, а тут геометрическая прогрессия. Если экспоненту заменить на геометрическую прогрессию, то из обычных чисел горвица получаются монотонные. Ну, это... Я могу это дать определение, но это никак не связано с дальнейшей лекцией. Значит, ну, давайте, как скажем, в простых числах горвица, давайте, ну, я сейчас скажу, а потом забуду об этом, ладно? Значит, в простых числах горвица, если мы будем рассматривать разветвленные накрытия, то, значит, определение такое. Мы берем последовательность транспозиции ТАО А1, В1, А2, В2, транспозиции АМ, БМ, так что они в произведении дают перестановка заданного циклического типа. К1, 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 да, АМ, да. Произведение М-транспозиции решает, ну, там, после каких-то перенормировок, умножения и деления на фатериалы разные. Задача именно такая. У нас перестановка заново типа, с какими способами можно ее разложить в произведении транспозиции. Это классические числа горвица. А в монотонные числа горвица это такие же разложения, в которых есть дополнительное странное такое условие, что мы считаем, эти транспозиции записываем так, что АИТА меньше БИТА, и первый номер в этих парах идет по неубывающему. А1 меньше ли равно А2, меньше ли равно А3, меньше ли равно А с индексом М. Выглядит довольно странно и неестественно, но и тут примерно как с тем пьяницей. Эта задача интересна лишь тем, что у нее ответ получается хороший. Не потому, что она сама по себе какой-то экипинаторно полезна, тем, что там многое для этого случая можно посчитать. Дальше есть такие задачи, например, числа, так называемые, Буске-Милу-Шафера. Это числа Буске-Милу-Шафера перечисляют похожее разложение, где вместо транспозиции разрешается быть любым перестановкам. Задача о разбиении перестановки заданного циклического типа в произведение М-перестановок каких угодно. Главное, что ровно их М-штук. Мы только следим за родом соответствующей поверхности, которая как там пересчитывается по циклическим типам этих перестановок, и соответствующая производящая функция имеет вид единицы плюс у в степени М. Кроме того, здесь можно разные вещи вставлять, ну, например, при М равном 2, единица плюс у в степени 2. Это еще то же самое, что детские рисунки детские рисунки Грозендика или числа карт или гиперкарт, точнее. Перкарт. Или жирных графов, двудольных жирных графов. В общем, комбинаторика такая. Ну и тут много всего еще встречается, но если брать, скажем, первые степени, единица плюс у, это то, что называется строго монотонные. Прямо равное единице строго монотонные. Монотонные. Вот. А с другой стороны вместо Е в степени У можно брать Е в степени У в степени, в экспоненте нужно поставить У в степени Р. Такой вариант. Это то, что называется Р-спиновые числа Гурвица. Ну и так далее. То есть, имеется огромное количество случаев, и вот видите, какой тут список, его можно продолжить, и на каждый из этих случаев отдельная дополнительная статья. И вот у меня место кончилось. в частности, можно рассматривать минимум по три статьи на каждую тему, да. И, наконец, эх, место кончилось, нехорошо, нехорошо. Значит, самый общий случай, когда в 2018 году появилась статья, в которой рассматривалось, вернее, самоопределение-то возникло раньше. Самый общий случай, когда у нас произвольные P, Q и C это произвольные формальные буквы, это так называемые взвешенные числа Гурвица. Мы берем, перечисляем все возможные накрытия, вообще, какие только бывают, а вес, с которым берется то или иное накрытие, оно зависит от этих самых формальных переменных C. Правильный переучет веса накрытия, оно дает совобщий ряд. Вот, самые общие двойные взвешенные числа Гурвица. Вот, так вот, значит, с одной стороны, а с другой стороны оказывается, что во всех этих случаях соответствующие числа управляется так называемой топологической рекурсией. И это нужно воспринимать скорее как принцип, потому что у этого принципа имеется много вариаций. Оказывается, это буквально не совсем верно, а есть одна тонкость. Одна тонкость, которая заключается вот в чем. Давайте я другим цветом это буду отмечать. Я немножко усложню нашу задачу, а именно я разрешу вот в этих начальных, так сказать, в данных, от которых зависят наши ряды, разрешу зависимость от дополнительного параметра h чертой, который там сюда присутствует. Это будет формальной степенной ряда от h чертой. И эту величину я буду обозначать крышечкой. Проконтовал. Что? Проконтовал. Ну, не знаю, продеформировал. Значит, оказывается, что очень часто хочется рассматривать продеформированные числа гурвица. Функция от h квадрата. Формальный степенной ряд от h квадрат. Тогда получается некоторый пересчет там перетасовывается, и мы все еще имеем вот такого рода разложения. Все равно от единицы. Камалик? Это ряд однопременной. Он мне не относится к Так вот, значит, принцип, который я утверждал, что с этим связана топологическая рекурсия, а в топологической рекурсии никакого h чертой нет, она туда вмонтирована. Так вот, чтобы записать топологическую рекурсию, мы должны учитывать ряд, который от h не зависит. Вот, значит, теперь я ввожу определение, что этот psi с крышкой при h равном нулю, это, так сказать, рассматриваю как деформацию, зависящую от параметра h, начального ряда, который соответствует значению h равно нулю. Значит, psi от y это psi с крышкой от y при h равно нулю. И то же самое y от z это уже ряд, который от h чертой не зависит, y с крышкой h равно нулю. Вот эта топологическая рекурсия, о которой я буду сегодня говорить, она говорит, что, чтобы на самом деле все было хорошо, чтобы было хорошо, оказывается, иногда в качестве psi нужно брать не то, что здесь написано, вернее, так сказать, это начальные данные топологической рекурсии, которые вот здесь, а сами ряды с крышечкой нужно брать немножко другие. Значит, давайте я напишу psi с крышкой от y. Я в степени с крышкой. Ну, давайте я в степени с крышкой. Значит, вот оказывается, во всех вот этих случаях, которые здесь выписаны, нужно взять psi с крышкой, ничего деформировать не нужно, а вот в r-спиновых числах Гурвитса, давайте я так напишу, здесь вот это самое, сюда отдельно в виде эти две строчки выпишу. Значит, psi от y это многочлен, вот здесь вот берется маном, но, я беру произвольный многочлен, p от y многочлен. Тогда оказывается, что чтобы топологическая рекурсия имела место, в качестве деформации нужно брать такую величину, сейчас я напишу, что это означает, s от h чертой dpdy, да? Борь, правильно я понимаю? p от y вот, и здесь я напишу еще, что такое этот p от y, s s от u, это e в степени u пополам, минус e в степени минус u пополам делить на u, единица плюс u квадрат на 24, плюс так далее, такой четный степенной ряд, который начинается с единицы, соответственно, вот начинается, вот этот ряд начинается с p от y, а дальше идет сейчас, но для е в степени u получится для е в степени u? Да, дело в том, что после того, как только один раз p равно y, ни-ни-ни-ни, один раз продифференцируем, уже ничего не остается, поэтому от этого хвоста ничего не остается, это вот этот удивительный случай, он относится и сюда, и сюда. А что значит нужно для чего утверждение? Утверждение о том, что если возьмем вот такие функции и применим топологическую рекурсию, о которой я еще сейчас буду говорить, то получится набор, то результат этого применения получится потенциал, вот этот степенной ряд и числа гурвица, которые задаются вот этой формулой с таким образом продеформированной, с таким образом продеформированной. ну я еще сейчас не сформулирую, что такое топологическая рекурсия, давайте как принцип сейчас сформулирую. топологическая рекурсия, А? То есть мы написали данные топологической рекурсии. Ну можно так понимать, да. Чтобы у вас было понятно, нет общего утверждения. Значит, утверждение. Вот можно сделать некоторую итерацию. Да, да, да. Утверждение. Да, утверждение. Значит, что заключается в следующем, что топологическая рекурсия с данными отвечающими функциями y от z и psi от y из таблицы из второго столбца приводит приводит независимо от этой формулы, топологическая рекурсия это вещь в себе, она самостоятельно индуктивная процедура, она приводит к ряду f с использующему вот этот y-крышка и psi с крышкой из правого столбца той же таблицы. Той же таблицы. это вот как раз вот на второй доске. И то есть числые таблицы настоящие, они получаются для вот идиотекции и пхи вот такое, 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 такое. Значит, я потом это можно на этот вопрос чуть попозже отвечу. Есть, я знаю, что я хочу ответить на этот вопрос, но сначала дам некоторое определение. Имеется, кстати говоря, еще, тут у меня таблица кончилась, имеется еще случай, когда из приложений, которые, когда нужно деформировать ряд именно y, у него ряд y нужно деформировать. Это то, что обнаружили про приложение к теории, к этим самым, к вычислению многочленов пленомальных инвариантов узлов, торических узлов. Оказывается, что пленом хомф торических узлов кодируется каким-то таким способом, что его ответ задается той же самой формулой, которую я только что стер, но с с деформированной функцией y. И оказывается, это тоже согласованно с топологической рекурсией. То есть, вот, там полную связь я проясню чуть-чуть попозже. Вот. Да, 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 но у нас есть какие-то формулировки, они уже близки к завершению, к такой выкристаллизовыванию, но сейчас пока еще я не готов ответственно утверждать, формулировку в конечном итоге. Ну, такой принцип, что если мы, идея такая, такой, как сказать, мечта, утверждение мечта заключается в следующем, что для каждого набора y и psi можно найти подходящую h квадрат деформацию, чтобы пополнялся эта теорема. А там, значит, эта таблица, список примеров где-то работает. это вот был вопрос такой, я про это прокомментирую, да. Значит, давайте я скажу, что такое этапологическая рекурсия. Это пресловутая. Дело в том, что это понятие, которое существует порядка 15 лет, на эту тему написано сотни статей, обзоров, собираются конференции, но люди, которые занимаются ею, это такие сверхлюди, которые друг с друга, друг друга хорошо понимают, а люди со стороны ничего не могут понять, потому что определение выглядит патологическая рекурсия и дальше идет огроменная формула на три страницы, из которой почему-то люди умудряются извлечь. Тех, кто с вами раньше с этим ни разу не сталкивался из участников семинара, вам просто повезло. А те, кто, значит, с этим хоть раз видел это определение в разных статьях, те могут оценить, насколько это невозможно осознать. И каждый раз у людей, специалисты патологической рекурсии, спрашивает, а в чем, ну вот вы выписываете такую формулу страшную, а в чем секрет, как это понимать? Они пожимают плечами, и такое впечатление, что пожимают плечами довольно искренне, то есть ничего, кроме этой формулы, они, как правило, не имеют в виду. И это выглядит еще более пугающе. Вот, значит, я сейчас попытаюсь хоть чуть-чуть по-другому представить себе, что же происходит. Значит, идея вот в чем заключается, что рассмотрим такую замену координат x, а, сейчас, нет, извините, прежде чем я буду говорить про топологическую рекурсию, ее говорят не в терминах потенциала, а в терминах немножко другой штуки, которые сейчас, я вернусь к топологической рекурсии, немножко другое, сначала скажу, что в них участвуют, эти самые корреляционные функции. Значит, корреляционные функции это такой способ по-другому собирать те же самые коэффициенты толура, те же самые числа гурица в производящие ряды. И он записывается таким образом. hgm это от x1 то далее xn это те же самые числа но теперь мы берем не переменные с индексами, это не индексы переменных p, а экспоненты переменных x. x в степени k1 xn в степени kn это формальный бесконечный ряд от переменных от переменных x. Так вот, по-другому это можно еще вот как записать. это значит, если мы представим f сумму по родам, это значит, соответственно, получается hgm это сумма коэффициенты здесь нет, 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 именно так немножко отличается, да, g g по dx1 dp1 dpk1 dpk1 при p равном 0, вот это как самые числа горбитцев, и значит, x1 в степени k1 xn в степени kn значит, это по-другому собранные числа горбитцев по-другому собранные в производящие ряды, и собственно топологическая рекурсия она говорит об этих hgm тут принцип топологической рекурсии заключается в следующем, давайте рассмотрим замену переменных, а именно x, который здесь участвует, заменим таким способом, это z на e в степени минус psi от y от z вот такая странная замена она сейчас выглядит немножко непонятным образом, но оказывается она центральная во всей теории это замена координат в окрестности начала координат в окрестности нуля и соответственно это x от z ну и теперь мы представим как x и выразим как x от z и и у нас теперь подставим у нас получится hgm это ряд от новых переменных z1 zn z1 zn рациональная функция переменных z1 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 это рациональная функция то ее можно для фиксированных gm записать в замкнутом виде в рациональной функции конечное число коэффициентов и поэтому мы сразу получаем в замкнутом виде формулы для бесконечного числа чисел гурвитса это довольно эффективно получается давайте в самой большой общности предположим вот как а пусть с крышкой и у с крышкой как из таблицы ну я потом будет понятно какие я чуть попозже скажу какие видно будет какие там нужные условия накладывать тут имеется ввиду имеется вот этот багаж для этих чистых пилиц да 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 что 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 а 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 нет 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 просто вот в определении в определении вот этой штуки участвует игрек с крышкой все с крышкой да а а я не я не рассматриваю отдельно 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 не рассматриваю это был это частный случай который вот здесь приходит присутствует но в принципе не рассматриваю кроме того рассмотрим вот такую дифференциальную форму dx разделить на x значит я разделил на x потому что здесь стоит экспонента и оказывается что в этом в этом случае это рациональная форма национальная один форма один форма от переменной z вообще говоря прямая прямая переменная z называется спектральной кривой а x соответственно функция спектральной кривой сама функция x ведь тут стоит экспонента может быть что угодно но вот dx разделить на x это глобальная рациональная один форма на спектральной кривой и у него есть нули рассмотрим нули этой критической этой штуки какие еще буквы бывают p, q, q, а, 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 1, а, 2 у нули этой формы. Ну и давайте предположим, что наши параметры выбраны таким образом, что эти все нули простые, однократные. Ну или по-другому, это критические точки функции x. Ну сама x, правда, многозначна из-за экспонента, но поэтому лучше говорить о ее дифференциале dx, тогда, особенно если по столкнув ее поделить на x, критические точки функции x или логарифм x, но логарифм x тоже может быть многозначен, но, по крайней мере, критические точки определены однозначно. Так вот, следующий принцип заключается в том, что вот эта функция h, g, m имеет полюса только как рациональная функция от переменных z в точках x и т равняется ажитая. То есть рациональная функция, у которой в знаменателе будет стоять произведение z и т и минус ажитая в каких-то степенях. А в числителе, то есть ажи имеет вид многочлен, разделить на произведение z и т минус ажитая, ажитая в каких-то степенях, там, k и житая. Она имеет обязательно ровно такой вид. И уже круг, значит, наша свобода при определении функции h, g, n уже сильно сузилась. Но давайте уже отсюда такое удивительное свойство. Рассмотрим эту функцию h, g, m как функцию от переменной h, g, m как функцию от первой переменной, как рациональную функцию от z1. Значит, это рациональная функция, которую мы знаем, в каких местах у нее имеются полюса. А вся коррациональная функция однозначно восстанавливается по главным частям своих полюсов. Мы берем ее полюса, и вычисляем главные части полюсов. Значит, вот это рекуррентное соотношение топологической рекурсии определяет главную часть полюсов. часть полюса в каждой из точек, в каждой z1 равно аитое. z1 равно аитое. Ну а раз мы знаем главную часть полюса, то сама функция тем самым восстанавливается однозначно. Вот такая странная вещь. Значит, мы ищем формальное разложение в начале координат, а топологической рекурсии используют поведение функции вблизи точек, вот этих аитое, которые совсем далеко от начала координат. Более того, в исходных координатах х, как мы определяли эти самые ряды АЖН, эти критические точки находятся вне радиуса сходимости, потому что как раз они и служат препятствием, значит, препятствием продолжению к исходимости, как раз служит наличие этих самых полюсов. Радиус сходимости этого ряда, он как раз равен аитое, то есть как раз эти самые в начале координат радиус сходимости ограничен первой же ближайшей точкой аитое. Вот. А наша рекурсия использует поведение точек вблизи тех мест, где это вне радиуса сходимости, но тем не менее это каким-то образом позволяет восстановить нашу функцию. Ну давайте теперь еще немножко поподробнее поговорю. Каким же образом устроено вот это рекуррентное соотношение? Для этого нужно еще... Можно что-нибудь сказать по порядку полюсов? Да, они ограничены, они вычисляются по АЖ и она однозначным способом там 3G плюс N что-нибудь такое. Значит, еще немножко про поведение функции в окрестности критических точек, в окрестности этих плюсов. значит у нас на самой спектральной кривой значит наша кривая C, а это X. Давайте так напишу. Это Z, а это функция X от Z. И вот одна из точек АИТ, я нарисовал в которых у нас критическая точка для функции X. Ну как я говорил, функция X многозначная, но я так уж условно выбрал одну из ветвей их сочинства константы. Вот, и в окрестности этой точки это, поскольку нули простые, это морсовская критическая точка, ветвение порядка 2, и здесь имеется инволюция, которая представляет между собой эти ветви. Значит, это голоморфная инволюция, которая представляет между собой два прообраза, два локальных прообраза функции X. Это сигма голоморфная инволюция, определенная в окрестности точки АИТ. И теперь я сделаю следующие два важных определения. Я определю два пространства функции. То есть первое пространство функции это пространство, которое я обозначаю через ксис с крышкой. Это пространство функций которые определены во-первых, они определены лишь в окрестности точек АИТа. Такой росток функции в наборе точек. И во-вторых, это мироморфные функции, мироморфные функции, у них могут быть полюс в этих точках АИТа, и такое второе свойство, что главная часть полюса полюса нечетно полюса относительно эволюции. То есть функция представляется в виде суммы нечетной и регулярной. если мы будем смотреть только за главной частью полюса, то, что в лоранском разложении имеет только отрицательные степени, то эта часть должна быть нечетной относительно эволюции. То есть сигма, примененная к нашей функции, вот эта замена такая локальная нашей функции, умножает на ее на минус единицу с точностью до прибавления гламорфной. И, наконец, пространство кси, которое здесь лежит, это немножко более узкое пространство, которое состоит из функций, которые глобальные рациональные функции, которые не имеют других пылесов. Отличных от кси, отличных от аитых. так вот, следующее утверждение, что кроме того, что у нас имеется полюс только в этих точках, еще кроме того, H G лежит, является простран, лежит в этом пространстве кси, то есть других полюсов, как я написал, нету, но более того, главная часть полюса должна быть нечетна относительно инволюция. Ну и теперь я буду писать соотношение топологической рекурсии, как оно выглядит, в таком виде, в котором почему-то оно, как правило, многочисленных текстах не встречается. Это если мы запускаем топологическую рекурсию, это по определению получается, а то, что ответ выглядит таким образом, это вот утверждение. В этой формуле этого не видно. Утверждение, если мы возьмем все и, то мы получим АЖ, вот так вот. То есть это список того, что мы получаем. Да. Утверждение. Знаешь, грубо говоря, это в замкнутом виде ответ, что получается в результате топологической рекурсии, примененный с этим начальным данным. можно понимать как отдельное утверждение, а если вдруг... Значит, можно читать слева направо или справа налево. Это еще специфично для задачи будет. Для задачи пока да. было ... Ну, я потом будет видно, сейчас я когда дойду, будет понятно, где там соль, где там что-то зарыто. изначально проверяем... Я пока еще, как сказать, не дошел до главной теоремы, которая сформулирована на третьей странице введения нашей статьи, я ее даже не начинал сформулировать. В архиве, да. Так вот, топологические рекурсии устроены вот каким образом. Значит, в самой топологической рекурсии участвуют, на самом деле, если быть честным, не сами эти функции HGN, а рассмотрим вот какую вещь. Рассмотрим такой оператор, который уже там где-то фигурировал xdpdx. Это дифференциальный оператор первого порядка, который действует на функции, на спектральной кривой функции от z. И в координатах z он имеет вид, значит, мы берем дифференциал, дифференциал функции это один форма, делим на dx, делим вот на эту самую рациональную форму и получаем опять функцию. Значит, омега переходит в f переводится в df поделенную на вот эту формулу dx поделить на x. Вот, и в координатах z он имеет вид такой, единица на q это упражнение z dpdz вот, а где q это единица минус psi штрих от y на y от z на z на z y'z вот, и получается, что критические точки аиты это все равно, что нуля q и соответственно, этот оператор в точках q и имеет полюс первого порядка в точках аиты. Значит, если будем ее применять, то порядок полюса увеличивается, увеличивается, увеличивается и так далее. В топологической рекурсе участвуют не сами функции hgm, а результат применения этого оператора один раз. Вот они участвуют в топологической рекурсе. Относительно вот этих функций у нас получается рекуррентное соотношение. Ну, это перемены с номером 1. d, это x, это d разделить на dx и t. Вот. Значит, теперь я составлю некоторое такое квадратичное выражение, которое называется wgm. первое слагаемое мы берем устроено таким образом. Мы берем hgm плюс 1 аргумент я не написал от z1 z2 и так далее zn. значит, мы берем hg g g минус 1 n плюс 1 у которого n плюс 2 аргумента. Значит, я сначала не скажу, что стоит на первых двух местах, а на остальных местах стоит z2 и так далее zn. Они просто в виде параметров выступают. Здесь стоят две буквы, которые как-нибудь обозначим z1' и z1 2' или z1 с волной и z1 с двумя волнами. И по каждой из этих примен применим вот этот оператор d1 с волной и d2 с волной. Значит, продифференцируем применим оператор по первому и второму аргументу. И после того, как мы это проделаем, положим все они равны единице. z1 с волной равняется z2 с волной равняется z1. Остальные слагаемые устроены чуть-чуть попроще. Это мы берем сумму по-всяким g1 плюс g2 равняется g n1 плюс n2 или даже e1 объединенный с e2 это множество двух dn и по 2 dn разбиваем на два способа. И мы берем g1 g1 e1 плюс 1 которые вставляем z1 zi и то же самое со вторым. ниже подробнее вычисления вверху этой доски провести. Хорошо, хорошо, сейчас я доформулирую только. и не забываем поставить продифференцировать. Сейчас. У тебя в качестве аргумента ваш один минус g1 минус n плюс n минус n плюс 1 стоит z1 с волной. Второй аргумент такой. Это две буквы. Давайте как-нибудь обозначим другими совсем буквами. x1 и x2 здесь поставлю производные d оператора по x1 а здесь поставлю x1 x2 x1 равняется x2 равняется z1. Но это еще не все. Это еще не все. Определение W еще не кончилось. И очень важная удивительная вещь, которая постоянно встречается в топологической рекурсии, которая заключается вот в чем. Что вот в этой сумме иногда встречаются такие величины величины d1 h 0 2 от какой-то z1 z и t. это это когда g какой-то один из этих g1 или g2 равно 0, а соответствующее подмножество состоит из одного элемента. Так вот, все такие слагаемые нужно модифицировать. на что заменяется d1, это значит нужно поставить единица на q1 z и t z1 минус z и t. По-моему, так. Это должно быть и 1 и 2, да? И 2, да. И 1 и 2 и 1. Ну, я понимаю, что это выглядит немножко страшно, но я вас уверяю, что настоящее исходное определение топологической рекурсии выглядит еще хуже. Да, да, выглядит немножко странно. Сейчас. Не припутал здесь и 1 местами. В общем, может быть. Но если я припутал, то меня всем никто за рук не схватит. Кажется, нельзя переходить. Нет, здесь можно и 1 поменять местами. Здесь поставить 1, а тут и. И здесь. Ну, по-моему, это правильно. то есть, название это точно такое, получается, числитель может быть затыли, или затыли. Ну, да, потому что 1 минут затыли, и 1 затыли, и соответственно. чем может это науке может быть. Ну, как бы то ни было, как бы то ни было, теперь, значит, утверждение топологической рекурсии, это следующее соотношение, которое называется квадратичное петлевое уравнение. Оно утверждает следующее, что это W ЖН красивое, как функция от Z1 лежит в пространстве кси с волной, как функция от Z1 в окрестности каждый из точек имеется в виду, что это тоже в крыльную точку поставить, что это еще одно утверждение. Сейчас я сейчас соберу вместе АИТ. А, да. Ну, вот там были жирные точечки. Да-да-да, вот здесь, вот здесь, вот здесь, да. квадратик луп эквейшн. А если тревогу, значит, 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 все, что касается происхождения этих уравнений, это все будет, и в каком, в какой общности все это доказано и существует, я все обо всем этом буду говорить на следующем докладе. А сейчас я объясню, почему этих уравнений достаточно, чтобы восстановить функцию, почему вот эти утверждения вместе являются рекурсией. Только сначала, да, действительно, сначала Миша просил сделать выкладку. да? Значит, у нас x равняется z e в степени минус psi от y от z. dx равняется, что такое? Давайте дифференцируем. Значит, e в степени минус psi от y от z на dz, это мы подифференцируем вот это, плюс z на дифференциал от этого. Там, значит, возникнет минус, здесь будет еще что? Дифференциал от psi от y от z на e в степени минус psi от y от z. Правильно? Ну и теперь dx разделить на x, делим одно на другое, получаем dz разделить на z, минус логарифмическое, и погодите, или кого я должен делить? Нет, все правильно x разделить на dx я хочу, но потом нужно будет обратить, да, потом нужно будет обратить, и все. минус логарифмическое, минус производное вот этого, psi штрих умножить на psi штрих от y от z умножить на y штрих от z и на dz. Но я вот разделил. x это же парча от z. Вот, это есть dz разделить на z умножить на q от z, которая вот там выписана. значит q это единица минус psi штрих от y от z на z на y штрих от z. Ну, теперь перенесем, перевернем все это вместе вместо ну, уже получилось, что мы на dx а это. Ну, если мы, да, обратим, то вместо возьмем единица вместо dx на x возьмем x d по dx вот это значит z d по dz и единица на q. Это равен или надо еще на определение? Да. Вот, например, спросите, а вот вы вот там не какое время назад вы предлагали другое определение топологической рекурсии и через симпатические сразу то есть как все-таки уже поговорили, что оно лучше, а теперь все-таки говорили, что вот это человечнее. Ну, я сейчас акцентирую внимание на том, что называется глобальная топологическая рекурсия, а тогда это был вариант, который относился к локальной топологической рекурсии. В задачах связанных с громовиттеном, как правило, участвует именно локальная топологическая рекурсия, а вот здесь очень часто в матричных интегралах и вот здесь это глобальная топологическая рекурсия, где значит, мы в окрестностях критических точек мы используем вспомогательно, а интересуемся разложением в окрестностях нуля, а в громовиттене там эти координаты фрабениусовые, они прямо зашиты в критические точки. Так что это другая сторона всего этого дела. А еще немного странно в определенной локальной рекурсии там обычно фиксируется не только 0.2, но еще 0.1, а вот вот 3, она здесь как будто не фиксируется, куда она спряталась? Да, сейчас увидим, сейчас увидим, где она фиксируется. Так, у меня место опять кончилось. Давайте я здесь сотру, Миша поверил. еще скажу такое вспомогательное утверждение. Значит, теорема, которая говорит, что те принципы, которые здесь выписаны, они не совсем верны. Они верны только в стабильном случае. Но есть еще два исключительных случаях, где вот это свойство рациональности не выполняется. И теорема описывает корреляторы рода, описывает явно h0,1 и h0,2. Значит, на эти функции h квадрат деформации не влияют, потому что это компоненты рода 0. Как мы продолжим по h квадрату это не важно. Они зависят только от y и от psi. и они сдаются явной формулой. Значит, первая функция, ну, правда, не совсем она, а результат применения d1 это просто y от z1. нет, 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 это дополнительное дополнительное ну, давайте давайте, да, если хотите, с пятой свойства, да, да. Значит, h0,2 тоже, оказывается, создается явной формулой. логарифм от какой там z1 минус 1 минус z2 минус 1 разделить на x1 минус 1 минус x2 минус 1. Что здесь написано? Ну, давайте, либо мы записываем в координатах x, либо в координатах z, но, скажем, мы, если вы все описываем в координатах z, то x, it это функция от z в соответствии с формулой на спектральной кривой, которая там я уже, замена спектральной кривой, которую я говорил. Значит, то, что выражение, которое здесь написано, у него и числители, и знаменатели, полюс на диагонали. Эти полюса сокращаются, и в результате то, что здесь написано, это регулярные степенной ряд, причем начинающийся с единицы. И когда мы берем от него логарифм, удивительным образом, но то, что здесь написано, это регулярный степенной ряд. Значит, эта формула определяет регулярный степенной ряд, и эта формула справедлива для абсолютно произвольных psi и у. Пси от у и у от z мог быть абсолютно любыми. Простите, а в народ там написано дурашное два и это тоже вот, вот я давайте сейчас напишу, чем равняется вот комментарий к тому красному цвету, если мы по-честному возьмем честное h02, которое здесь на что нужно заменить, а теперь честное. А там как честное и нечестное? Тут написано, что эту формулу нужно воспринимать творчески, а именно каждый раз, когда там встречается вот такое слагаемое, нужно не его брать, а вот такую штуку. в соответствии с вот этим самым разложением по функциям Шура, явной формулой. Это, значит, производящая функция для 0,2 чисел Гурвица. Вот, значит, тогда это получается единица на q1, то, что там написано, z2 делить на z1 минус z2 плюс x2 разделить на x1 минус x2. Значит, вот оказывается, что то, что здесь написано, не имеет особенностей на диагонали. Это регулярный степенной ряд. Это я просто продифференцировал вот это. Это регулярный степенной ряд в окрестности начала координат. И я его вот в этом выражении слегка модифицировал, а именно я откинул вот это слагаемое. В результате получилось модифицированное выражение, которое содержит уже полюс на диагонали. теперь почему же эта штука является рекуррентным соотношением? Давайте посмотрим, какие сюда входят слагаемые. Их входят сюда вклады от hgn для разных gn и в частности для того самого, которым нумеруется функция. И она присутствует здесь два раза. Один раз, когда gn здесь g, а здесь n, а в другой раз, когда здесь gn, а здесь n. Соответственно, второй слагаемый это 0 и 1. Вот. Поэтому если мы эти слагаемые выделим, то получается hgn d1 hgn умножить на d1 от h01 от z1 z2 и так далее zn умножить на y от z1 это вот это честное d1 h01 от z1 равно правой часть равно значит остаток оставшиеся слагаемые слагаемые из wgn плюс плюс как выглядит а я не написал что такое а вот плюс функции из psi плюс нечетное плюс гламорфное это все в окрестности в окрестности критической точки окрестности каждой из аитых почему же это является регулярным соотношением давайте наконец я теперь все это сотру давайте я продолжу теперь изучать вот это соотношение которое у нас получилось давайте я это соотношение немножко модифицирую и y заменю на его нечетную часть y от z1 я заменю на y от z1 равняется 1 2 y от z1 минус y от sigma z1 тогда что у нас получается я хочу сказать что соотношение это не поменяется формулировка соотношений правая часть вид правой части при этом не изменится действительно переход от этого к y к модифицированному состоит в добавлении какой-то четной функции значит мы y модифицировали добавив к нему четное слагаемое а когда мы четное слагаемое умножаем на вот эту функцию давайте я здесь оставлю только два пункта d1 hgm лежит в пространстве кси без крышки и wgm лежит в пространстве кси с крышкой значит у этой функции главная часть полюса нечетная когда умножаем на четную функцию у нее опять остается главная часть полюса нечетной поэтому при этой модификации из-за первого условия правая часть тоже имеет такой вид известная часть плюс нечетная плюс гламорфная поэтому я здесь уже ставлю от теперь давайте я на него поделю вот на это слагаемое поделю получаем d1 hgm значит известная и известная в смысле вытесленная ранее на предыдущих шагах рекурсии известная функция по предыдущим шагам предыдущим шагам рекурсии плюс четная плюс гламорфная значит после поделил нечетную на нечетную функцию и получилось четная но у hgm мы знаем что по определению мы знаем что у hgm главная часть полюса нечетная поэтому это соотношение что нам говорит мы главную часть полюса неоднозначно можем определить а только с точностью до четного слагаемого но она нас не волнует поскольку мы знаем что главная часть полюса по определению нечетна значит мы отсюда можем извлечь нечетную часть полюса правой части, и это совпадет с нечетной частью полюса функции АЖН. Ну, значит, это и есть главная часть полюса АЖН. Значит, отсюда извлекаем главную часть, нечетную часть, нечетная компонента нечетная компонента главной части полюса. Когда получается, что вот эта неопределенность убьется, это только то, что нам и нужно, поскольку мы знаем априори, что главная часть полюса нечетная. она и есть есть главная часть полюса функция АЖН. Д1 АЖН. Вот эта процедура восстановления функции по главной части полюса, по главной части своих полюсов, формализуется в традиционных изложениях топологической рекурсии в виде многодажной формулы с вычетами. Но фактически она это и реализует, что мы знаем главную часть полюсов и мы можем восстановить. А время кончилось, да? 15 назад. А, прошу прощения. На, я думал чуть-чуть, чуть-чуть побольше рассказать. Значит, пока я только сформулировал, значит, пока я сформулировал, что такое топологическая рекурсия в этой формулировке, в виде формулировки, то, что называется линейное и квадратичное петлевое уравнение, и я постулировал, что если в качестве начальных данных взять данные, вот эту самую, замену из спектральной кривой, то ответ получается тот, который производит числа Горвица. Иногда нужно включать еще дополнительно деформацию, связанную с h квадрат, и причину этого возникновения я чуть-чуть попозже, я потом немножко расскажу. Вот, значит, собственно, про топологическую рекурсию, про вот эту рекурсию, как-то все это восстанавливать, я больше рассказывать не буду. Я только буду упоминать сам факт существования некоторых соотношений, что имеются линейные и квадратичные петлевые уравнения, некоторые комбинации вот этих корреляционных функций с какими-то там поправочками, лежат в некотором пространстве кси, которое я вот определял. И в таком виде их доказывать и понимать достаточно просто, и я в следующий раз с этого и начну. Фух. Вопросов нету. Да. Ниже кольцкий вопрос, да. А можно его звуком пустить? Сейчас попробую. Ну, я там раз под камеру, очень мальчик. А я, ну, я это сам, я повторю. Или он пишет, или говорит. Или будет. Что я тебе? Это я. Кромкость. Кромкость. Зачем деформирует число Гурвица? Зачем деформирует число Гурвица? Ну, краткий ответ такой. Краткий ответ такой, что оказывается, если мы независимо от выбора этой деформации, оказывается, что у нас, вот мы начинаем с каких-то данных спектральной кривой, ПСИ и ИГРЕК, и выбираем эту деформацию по-разному. Оказывается, что независимо от выбора этой деформации, более-менее, выполняется, и линейное квадратичное петлевое соотношение выполняется в каждой из критических точек. Оказывается, что, во-первых, ответ, все эти, все эти пункты, которые здесь выписаны, выполняются, у любой h квадрата деформации, за исключением одного. Иногда вдруг, если при неудачном выборе этой h квадрата деформации, у функции h, она все еще будет рациональной, но у нее возникнут плюсы вне, не в тех точках, которые мы хотим. Например, в бесконечности или в плюсах или нулях функции ПСИ. Так вот, оказывается, что выбор h квадрата деформации нужен для того подходящий, чтобы эти лишние, ненужные плюсов сократились. А вот на выполнение вот этих соотношений, оказывается, это никак не влияет. Значит, если мы научимся учитывать вклад этих лишних плюсов, тогда нужно просто обобщать соотношение топологической рекурсии и включать в рассмотрение не только эти точки, но еще и дополнительные какие-то. Либо же нужно если мы хотим, чтобы получилась честная топологическая рекурсия, нужно так подобрать эту наш квадрата деформацию, чтобы все остальные полюса сократились. Вот примерно так. Такой краткий ответ. Но это в следующий раз будет подробнее. без промежуточного зума. Да, получается, что все равно вопросы задаются письменно, и здесь нет, ну, люди не наушники сидят, то есть, а в ютубе там специально, ну, чтобы так, как такое, чтобы сразу, сразу туда идет. А здесь, а в зуме тогда не будешь, что ли, вообще? А в зуме не будет, будет сразу в ютубе, да. В комендаре можно в ютубе. Тогда нужно, соответственно, уже сдавать ссылку не на зум, а на ютуб. Ну, мы это самое в анонсе будем тогда давать. Здесь качество, оно не позволяет записывать, ну, 10,80, даже на платном аккаунте, как я понял, только 725, и то, почему-то у меня получается 480. Угодная. В общем, качество в ютубе сразу получается выше, да? Ну, в ютубе 10,80, да, это легче, контролировать больше. Просто он, мне кажется, имеет смысл, если общение идет через него, как он на это сделал, а если просто видео-транспиры, то, что не скучно. В общем,